Всем привет! Здесь собираюсь приготовить кое-что на следующую неделю, хотя некоторые блюда также заморожу и получится, что буду пользоваться ими в течение месяца. Но опять-таки это не все то, что я буду есть на неделе, а просто заготовка, которая значительно облегчит жизнь. Здесь я отварила в скороварке свеклу и морковь. Один из боксов пойдет в морозилку, но несмотря на это я заправлю оба бокса, и тот, который буду есть на неделе, и тот, который буду есть позже. Хотя говорят, заправкой не замораживать. Но тут заправка несложная, поэтому думаю, можно заморозить. Здесь лайм, чеснок, соевый соус, оливковое масло. И я недавно приобрела подсолнечные семечки в 5-килограммовой упаковке. Когда смотрю на все мини-упаковки в магазинах, даже как-то непривычно их брать. За последний год я реально перешла на такой полуоптом. Здесь я сейчас буду делать соус на неделю и использую для этого кешью. Хотя можно, кстати, взять те же самые подсолнечные семечки, которые намного дешевле кешью. Орешки я замочу на пару часов, не на ночь, потому что тогда они станут слишком водянистыми, что ли. Пока все это замачивается, я продолжаю готовку. Чищу картофель не всегда, но на этот раз почищу, потому что нужно удобрить растения. Я высушу эту шкурку и перемолю в блендере, потом добавлю в воду и просто полью растения. Затем запеку картофель половинками в духовке. А пока все это замачивается и печется в духовке, я начинаю делать печеньки по медикам-медиуму. Хочу сразу же сказать, что ингредиенты, такие как, например, миндальная паста вот эта или нутовая мука, достаточно непривычные для нас, для всех, для меня тоже. Но я сейчас пытаюсь ввести это в свою норму, потому что вот эти, например, печеньки просто безумно вкусные. И, соответственно, так как по медикам-медиуму, то зеленый свет, да, полезные. В качестве подсластителя идет сироп агавы. Ваниль нужно. Опять-таки постарайтесь не отклоняться от ингредиентов, потому что это просто бомба. Я не собираюсь пробовать ничего другого, кроме четко этих ингредиентов. Здесь у меня самостоятельно перемолотые овсяные хлопья, то есть овсяная мука. Нутовая мука. Пекарский порошок. Я пекла эти печеньки уже пару раз, и, в принципе, всегда у меня на глаз получалась такая идеальная консистенция. Они потом, когда немножко остынут, затвердеют. Продолжаю тут параллельно готовить. Здесь, например, пастернак для соуса, для которого замачиваются кешью. И в этом и есть вся прелесть такой готовки. Да, это отнимает 3 часа, но зато это разовый напряг. И не надо все перемывать по несколько раз. Ты пользуешься той же самой посудой. У тебя духовка уже включена и так далее. Печеньки надо было подержать 10 минут в холодильнике для того, чтобы легче слепить из них такие шарики, которые потом нужно приплющить вилкой. И запечь 11 минут при 180 градусах. Здесь я, наконец-то, приступаю к своему соусу. Это кешью, который я промыла после замачивания. Солью я иногда пользуюсь, да. Тут у меня самодельная приправа из моих трав с огорода, высушенных в дегидраторе. Чеснок, запеченный пастернак. Вода. Этот соус очень разнообразный. Я использую его, в принципе, ко всем своим блюдам, которые потом буду есть на неделе. Еще несколько раз в месяц мне надо смолоть свои запасы по банкам, иначе я ими не буду так активно пользоваться. Здесь, например, семена льна, которые я смолю в муку, и буду добавлять потом детям в утренние каши и мюсли в качестве омеги-3. Также я регулярно смалываю овсяные хлопья, как, например, для печенек, но также, в принципе, как часть замены обычной муки. До кучи решила сварить еще черный рис, так как он варится почти час. Что-то меня на этот раз по гарнирам понесло. Фасоль и нут я, в принципе, каждую неделю отвариваю. Дети едят на расхват, но что-то в это видео не попало. Рис я порционно заморожу, что-то ставлю в холодильнике. И еще сейчас сделаю бурриту с черным рисом. Для этого беру сальсу, авокадо. Здесь использую свой белый соус, но часто вместо него делаю хумус просто из отваренного нута и кунжутного урбича. Из зелени у меня сегодня пак чой. Отваренный черный рис. Возьму здесь копченый тофу. И стоял давненько уже старенький зажаренный лук, который надо было использовать. Те из буррита, которые я заморожу, я упаковываю в фольгу. Когда настанет пора есть буррита, я поджарю его. Но также могу взять его из морозилки утром и к обеду съесть холодным уже размороженным. Очень сочный и вкусный. Спасибо за просмотр. Надеюсь, угодило тем из вас, кто ждал какие-то видео. А сейчас приступлю к видео на тему, которая волнует меня. И она не про готовку. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!